Добрый день, уважаемые участники сегодняшней конференции. Вы знаете, во-первых, я хотел бы выразить большую благодарность организаторам этой конференции, это Французскому Центрально-Азиатскому Институту и хозяевам данной площадки, Американскому Университету и, безусловно, конечно, посольству Франции в Кыргызской Республике, а также всем тем экспертам и организаторам, которые пригласили нас, экспертов, на очень серьезный круглый стол. И вопрос стоит очень серьезный. Вы знаете, я хотел бы с повестки дня, если мы посмотрим тему, то исламическая радикализация – это очень серьезный вопрос. И госпожа Пужоль и господин посол, когда выступал, я обратил внимание, можно было бы написать и радикальный религиозный фундаментализм, но то, что они сделали именно радикализм исламистский, это, мне кажется, с точки зрения политической науки очень правильно. И я хотел бы остановиться на очень интересных некоторых деталях периода, который мы переживаем. Уважаемые коллеги, действительно, факты демонстрируют, что третье тысячелетие, которое мы переживаем, с удивительными и невообразимыми чертами. С политической точки зрения, то, что происходит у нас здесь, в Кырганской долине или в Центральной Азии, напрямую связано с событиями, происходящими на Западе или Ближнем Востоке. И точно так же наоборот, когда события на Западе или Ближнем Востоке непосредственно затронут жителей Центрально-Азиатского региона или нас жить, те, кто проживает в Кырганской долине. Очень интересно, что, и вы, наверное, со мной согласитесь, что мир движется к новому синтезу между западным преклонением перед правами личности и свободой выбора. И восточным уважением к общественным обязательствам. Между западным стремлением к автономии и восточным стремлением к общественному порядку. Между западным отрицанием великих идеологий утопизмом и восточным подходом к вопросу «можно?» — «нельзя». И человечество, безусловно, сталкивается с проявлениями системного кризиса, о чем мы всем и являемся свидетелями. И этот кризис проходит по всем направлениям. И, видимо, этот системный кризис, он будет набирать обороты. И, безусловно, если он будет набирать обороты, то, конечно, он будет разлагающе воздействовать на человечество. И возникает, как всегда, риторический вопрос, что делать в такой ситуации. Мы живем непредсказуемое для всего человечества время, когда решается его дальнейшее ждет, его судьба. Что ждет человечество? Успех или поражение? И это, наверное, зависит не только от всех, кто за стенами этой аудитории, но и непосредственно и от каждого из нас. Мы все согласились в том, что идет борьба по трем направлениям. Это идеология, политика, экономика. А их можно уже подразделить на несколько. Теперь, что касается... Я хотел бы, уважаемые друзья, было бы неплохо, и я так думаю, и я хотел бы услышать сегодня точку зрения, сравнить. Иногда мы пугаем словом, выражением фундаментализм. И вот я хотел бы тоже услышать от вас вот это определение, подход, оценку, истоки фундаментализма, перспективы ее развития. Чем она отличается от радикализма, который мы внесли в нашу сегодняшнюю тему круглого стола? Конечно, безусловно, как коммунист я мог бы сказать, фундаментализм это неплохо, это возврат к прошлому, тут ничего плохого нет. Фундаментализм может быть и в экономике, когда говорят, и в политике, и в других вопросах. Когда говорим о радикализме, то мы знаем, как в гимне пелось у коммунистов, весь мир до основания мы разрушим. То есть радикализм он и предполагает, если фундаментализм до фундамента за все сносит, а радикализм он полностью все основание все сносит. Вот здесь тоже интересно, с традиционализмом какое соотношение, с консерватизмом какое отношение фундаментализм, с той же ортодоксальностью. Ведь фундаментализм это возврат к чистой религии, а ортодоксальность тоже, это же соблюдение, это правильная вера, соблюдение норм и установок правильной веры. В то же время и сортопроксия тоже надо бы сравнить, это тоже где-то чуть-чуть одинаковое. Это правильное поведение, правильные образы, правильные действия. То есть это тоже, мне кажется, сегодня интересно. И, уважаемые друзья, я бы хотел с вами еще тоже получить оценку своих мыслей. Я считаю, что фундаментализм это стиль политического мышления. Экстремизм это стиль политического действия. Терроризм это стиль политической активности. И вот в этой пропорции точка зрения мне экспертов будет очень важна, особенно тех теологов наших видных, непосредственно которые ислам знают лучше, чем я во много раз. Я тоже бы хотел от них это услышать. И, конечно, я хотел бы, чтобы все-таки представители религии и духовенства, когда освещали позицию ислама, то они непосредственно вот этот, скажем, треугольник радикальный религиозный фундаментализм, экстремизм и терроризм. То есть вот эта цепочка, все было. И, безусловно, конечно, было очень для нас, экспертов, очень важно. Мы, как эксперты, как политологи, как ученые, как специалисты, предлагаем много вариантов противодействия той же радикализации, радикальному фундаментализму. Но мне думают, что той идеологии, которая служит базисным основанием для фундаментализма, для терроризма, для экстремизма, а вот им противостоять, мне было бы очень интересно непосредственно услышать от чувака, живо уважаемого мною, вот этой идеологии, что мы должны представить, какую идеологию. И вот этот знаменитый лозунг или девиз на Ближнем Востоке исламистов «Коран – наша конституция, пророк – наш вость, джихад – наш путь, а смерть на этом пути – это высшее блаженство». Вот как нам этому лозунгу придумать альтернативный лозунг, чтобы молодые люди, как вы правильно госпожа Пужоль подчеркнули, не срывались, живет спокойно на Иссыкуле, и вдруг ни с того ни с чего срывается, уезжает воевать в Ирак, в Афганистан или в Сирию на Ближний Восток. Вот это тоже, мне кажется, участники конференции мы должны обсудить. И особенно обсудить не просто по идеологии, контр-идеологии, а именно те элементы терроризма, фундаментализма, я имею в виду не того умеренного фундаментализма, а радикального религиозного фундаментализма, который использует как оружие в качестве для осуществления политического насилия, радикальный религиозный фундаментализм, но он же использует за экстремизм и терроризм. И вот он людей привлекает на свою сторону, не только своей идеологией, а сколько ее элементами, которые оправдывают насилие, убийства и так далее. психологическое давление, ну и все вот это. И вот этим элементам что нам противостоит? Здесь, я думаю, и мы все согласны, и наука, и эксперты, что нам здесь без теологов, без служителей религиозных культов нам не обойтись, конечно, не обойтись без них, потому что успехов организаторам еще раз большое спасибо.